Аудио-визуальный перевод сейчас очень действительно актуальная тема. Какие теоретические работы по аудио-визуальному переводу? По вам временам? Нет, по работам. Как хотите, по вам удобно. Это не так много, во-первых. Действительно, так много. На мой взгляд, нет. Испансы просто всё время... Испансы, да. Хольфитиас Синтез, Фредерик Чауна... Вопрос снят, всё понятно. Вы владеете этим материалом. Ещё вопросы, пожалуйста. Если вопросов нет, тогда я перехожу к оценочной части этой работы. Данная квалификационная работа отвечает всем требованиям, предъявляемым к работам специалитета. В ней есть все необходимые части, и в том числе отзыв научного руководителя. Отзыв положительный. Рекомендуемая оценка отлично. При этом научный руководитель высказывает мнение о том, что однозначно с комментария автора такая традиция кидать монетку в водоём в английской культуре существует. Как это или нет? Пожалуйста, ответите. Мне хотелось объяснить. Объясни. В русском тексте традиция бросать монеты в море на память. В английском тексте growing the coins, wishing the comeback. Я наблюдал изменения в анализе текста и предположил, что вдруг отличается восприятие данных родителей в разных культурах. И мне не удалось, к сожалению, найти источник, который однозначно дал ответ. Мне пришлось обратиться просто к англоязычному форуму тематическим, где люди писали о том, что различная этимология у данных родителей и чаще всего англоязычные, носители английского языка и культуры делают это для того, чтобы привлечь к себе удачу. Да, это была основная причина. Люди писали об этом больше всего. Про возвращение и отслабление. В качестве рецензента я опять спрошу выступить.